Я думаю, что многие из вас понимают, что планировать очень важно, но вот общаясь с партнерами, я иногда понимаю, что многие люди как-то вот, они не знают, как конкретно это делать, да, они имеют какие-то цели, имеют какие-то мечты, какие-то планы у них есть, но если с планированием еще как-то, ну вот с самоконтролем обычно проблема. Поставьте, пожалуйста, в чат плюс, если у вас все супер с планированием и самоконтролем и поставьте минус, если есть над чем работать. Вот очень хотелось бы увидеть вашу реакцию. Вообще было бы здорово, у нас сегодня такое бизнесовое мероприятие, здесь все партнеры, все уже, я надеюсь, осознанные, как правило, те, кто приходят на вебинар, они уже осознанные и хотелось бы ваши комментарии. Вижу, вижу, супер, как-то странно плюсиков не вижу, только минусы, вот, ну окей, может быть, может быть мы еще увидим какие-то реакции. Вы знаете, вот человек, который не имеет цели, вот он похож на вот эту вот такую вот карикатурку, да, на такого человека, который с закрытыми глазами, он куда-то стреляет, но не знает куда. Поэтому, если вы не знаете, куда идете, банально вы точно туда не придете, если даже придете, вы не будете знать, что вы уже там. Поэтому планировать важно. Планировать важно и, в принципе, если посмотреть на какие-то большие бизнесы, на любые успешные проекты, они занимаются планированием. Да, и планирование – это очень важный этап, в принципе, в стратегии любого бизнеса. Точно так же мы, мы, когда приходим в Деолайф, мы открываем свое дело. Не важно, открыто у вас фоп или еще нет, не важно, какие деньги вы зарабатываете, важно, что вы должны понимать, вот на первом этапе уже вы должны понимать, что это мой бизнес. И смело, когда вам очень часто новички боятся назвать там название компании, когда у них спрашивают, а что ты мне хочешь предложить, как называется твоя компания, вы можете смело говорить, моя личная компания называется Сергей Мартынец, то есть это мой бизнес. Да, я работаю с Деолайф, да, это мы, мы партнеры, но мой бизнес – это вот мой бизнес, да, поэтому я приглашаю человека прежде всего сюда. И так как это мой бизнес, я должен планировать его тоже сам. Конечно, у меня есть мои наставники, это Александр Козулин, у меня есть и наставники в виде Александра Еремчука, с которым мы планируем, договариваемся, постоянно консультируемся, если есть какие-то вопросы, я всегда знаю, к кому обратиться. Но, тем не менее, я должен на себя взять ответственность, прежде всего, за мой бизнес. Это моя ответственность, не ответственность компании. Конечно, компания планирует, понятно, да, у нее огромные результаты и там есть очень толковые управленцы, кто это умеет уже делать. Иначе компания бы не добилась таких результатов, которые уже есть на сегодня, да. Но вот эта вот фраза, она мне очень, так знаете, запала и запомнила, что очень часто люди, они делают то же самое, но надеются на другой результат. Это сказал Эйнштейн, да, что глупо так делать, но эта фраза, вот она, ну, очень-очень такая запоминающаяся. Поэтому нужно планировать и делать что-то, что-то другое, если вы хотите получить то, что-то другое, не то, что сегодня. Цифры. Эти цифры, я думаю, что многие из вас были на BDS онлайн, да, и эти цифры вы видели. И многие из вас знают, да, что Dual Life очень здорово растет, и Dual Life, как и любой успешный проект, он планирует. И, как показывает практика, те планы, которые ставит себе Dual Life, она достигает, эта компания этих планов, даже еще с запасом. И вот мы можем увидеть, да, что по обороту, да, в 2020 году компания, я знаю, что она планировала 100 тысяч, да, а сделала 109, то есть с запасом. Потому что, когда мы были на LDS в Польше, и компания оглашала эти цифры, и вы знаете, мне тогда были какие-то определенные сомнения, а сможет ли Dual Life сделать такой оборот, потому что тогда, по-моему, это был 2017 или 2018 год, и эти цифры, ну, как-то они были такие, внушительные. Но, тем не менее, компания это сделала. Точно так же, я уверен, что она достигнет других результатов. Вопрос только в том, какой кусок пирога откусим мы от этого оборота. Может, как-то звучит не очень правильно насчет пирога, но мне кажется, это максимально вот понятно, что в любом случае компания это сделает, с нами или без нас. Конечно, лучше с нами, потому что в любом случае найдутся какие-то люди, которые это сделают. И этому доказательству, в принципе, другие рынки в Dual Life. Но было бы здорово, чтобы это были как раз мы, те люди, которые сегодня собрались на этот вебинар, и те, которые посмотрят еще в записи. Я очень надеюсь на это. Что нужно нам планировать, да, то есть нам, моя фирма, что она должна планировать? Ну, прежде всего, квалификацию. Какую квалификацию вы хотите иметь? Соответственно, чтобы эту квалификацию получить, нужно планировать оборот. Какой оборот вашей команды и ваш личный начинается с вашего личного, да? Я надеюсь, что все сделали вчера заказы, даже если не получилось оплатить. Главное, что вы сделали эти заказы первого числа, потому что командно мы делаем оборот первого числа. Если вдруг вы этого не сделали, ничего страшного, вы будете знать, что в следующий раз лучше делать первого числа. Вы планируете оборот, вы планируете количество новых партнеров, которые придут к вам в бизнес. Также вы планируете профессиональные навыки, да, то есть вы должны научиться что-то, чему-то новому. Да, сейчас запустился виртуальный презентер, сейчас запустился ВХЗ, да, ВХС. То есть вы эти навыки должны освоить. В этих системах онлайн-работы там есть очень подробное обучение, что и как нужно делать. Конечно, нужно запланировать, чтобы это сделать, правильно? Ну и, конечно, вы должны планировать свой доход. Это самое первое. Как правило, это на первом этапе больше всего мотивирует. Когда у вас есть определенная цель, вы планируете выйти на этот доход. Вот, когда я запускаю партнера в бизнес, я с ним сажусь, и на таком вот стартовом тренинге обычно я задаю вопрос, какие ты хочешь зарабатывать деньги, сколько тебе нужно, чтобы чувствовать себя, ну, так, безопасно, комфортно. Вот какие деньги ты хочешь зарабатывать, там, через год с доу-лайф? Как правило, нужно планировать, ну, такую ближайшую серьезную цель. Ну, кто-то может через полгода планировать, кто-то через год. Вот, но какая-то глобальная более-менее цель должна быть через год, я считаю. И обычно человек говорит, ну, мне, чтобы там хорошо все было, я хочу, там, зарабатывать, там, тысячу долларов, да? Ну, допустим, для Украины, для среднестатистического человека, тысячу долларов – это уже, в принципе, неплохие деньги, за которые можно как-то жить. Не то, что прям совсем безопасно, но как-то, по крайней мере, большинство людей, которые ходят на работу, они зарабатывают, как правило, меньше, чем тысячу долларов у нас в Украине. Мы идем дальше. Что нужно сделать, чтобы получить вот эти вот тысячи долларов через год, да? Какую нужно сделать квалификацию? То есть, что нужно сделать, какую работу нужно проделать? И вот тогда мы уже планируем мероприятие, которое посетит этот человек в течение этого года, да? Сейчас, конечно, сложнее с нашей пандемией, но, тем не менее, глобальные, большие мероприятия нужно планировать, да? Количество проданных билетов, сколько с ним человек приедет на эти мероприятия, да? Если это будет онлайн, сколько человек будет обучаться онлайн? Какую работу с наставником или с командой он будет проводить, да? Личностный рост тоже очень важно. То есть, какие книги за этот год человек планирует прочитать? Какие вебинары посетить? Может, какие программы купить, да? Потому что, как правило, бесплатное не так работает, не так ценится, как платное. Это все очень важно, это все нужно планировать. Я обещал, вот в постере было, да, инструмент для самоконтроля. Немножко позже я вам подробнее про него расскажу. Вот, но такой планировщик вы можете сами себе его составить в Excel, да? В принципе, в чатах он тоже везде гуляет. То есть, кому нужно, вы найдете этот планировщик. Вы можете по-своему его сделать. У меня есть партнер, который ведет в Google таблицах. У него он более такой, ну, обширный. Он там пишет конкретно, сколько сообщений он отправил сегодня, сколько повторных сообщений он отправил. Он в Instagram работает, да? Со сколькими людьми он созвонился. То есть, очень подробно он это ведет. Но это все зависит от человека. Люди разные. Ну, кто-то любит отчеты четкие, да? Да, кого-то это, ну, немножко, ну, он недисциплинирован настолько, чтобы это делать. Ну, допустим, я вам покажу наш колодильник. Не знаю, видно он будет. Вот видите, там на магнитиках висят цены, планы. Цены, цели, планы. И я думаю, что это у каждого человека по-разному, да? Ну, допустим, многие из вас знают, и многие из вас... Кстати, кто из вас смотрел фильм «Секрет»? Поставьте плюсик в чат, вот мне интересно. На самом деле это работает. Когда-то я думал, что это все, ну, как-то такое несерьезное, но это работает. И этому доказательство очень много людей. Когда-то, вы знаете, был... Ну, допустим, может, это сейчас не лучший пример. Лучший пример был бы с Усиком. Ну, тогда на то время Кличко был одним из лучших в боксе. И я увидел у него в Фейсбуке какая-то фотка. Он кому-то там то ли интервью давал. И у него сзади была такая вот огромная стена. И это был коллаж мечты. Но это было видно, да? Потому что там были фотографии какие-то, аж какие-то вырезки откуда-то, с чего-то. Не было конкретно видно, но было видно, что человек что-то себе мечтает, планирует. И у него есть коллаж такой, доска визуализации. По-разному это называют, но суть в том, что это работает, да? И работает для абсолютно разных людей, абсолютно в разных сферах. Поэтому очень важно, когда у вас есть такая вот глобальная цель, но также эту глобальную цель нужно разбить на более мелкие шаги, да? И эти шаги уже выполнять. Вот мой планировщик вот так выглядит, да? То есть я планирую на месяц. Вот сейчас мы говорим уже на месяц. Если мы спланировали на год, допустим, мы хотим такую-то цель, то на месяц мы должны уже расписать пошагово, да? Какую квалификацию, какой оборот, какое количество людей к вам придет. У нас есть вот такая вот структура карьеры, да? Здесь понятно, что абсолютно на разные амбиции есть цели. И иногда эти цели нужно пересматривать. Иногда вы понимаете, что вы за год не укладываетесь. Вы можете это все дело растянуть, может быть, поднажать. Но в любом случае вы должны понимать, куда вы идете. И вот, допустим, очень большинство людей вот такая вот цель через год, она вот мотивирует, да? То есть это оригинальный менеджер, вам нужно для этого, для того, чтобы получить такую квалификацию, вам нужно быть, в команде вам нужно иметь порядка 100 активных людей. Плюс к этому вы, что вы получите, да? Что если у вас будет 100 активных людей, опять же, это те люди, которые будут делать активность, покупки. Порядка 30 тысяч гривен – это доходы. По опыту скажу, на этом уровне больше доходы. Ну, The Life очень скромничает всегда. Ну, вот, допустим, и по партнерам я вижу, как правило, больше доходы. Но, допустим, по минимуму возьмем, это 30 тысяч, ну, пусть будет 1000 долларов. Плюс вы участвуете в программе «Финансы плюс». Да, это минимум там 6500 или 6200 сейчас гривен. Вот эта программа «Плюс» у нас в Украине работает, помимо этих доходов. Плюс вы квалифицируетесь на отдых с DoLife. Мы ездили в такой круиз. Это было очень-очень круто, поверьте мне. А многих это именно мотивирует. Не деньги, а вот такой вот отдых. Менеджеров ждет вот такая вот поездка в Турцию. Это будет уже весной. Уже в нашем бэк-офисе есть подробно расписано, что нужно сделать, какую квалификацию, какой оборот. Поэтому, если вы действительно будете серьезно к этому подходить, вы обязательно эту брошюру скачайте, загрузки файлов, и почитайте, чтобы вы четко понимали, что вам нужно сделать, чтобы попасть в эту квалификацию. Если вы планируете более высокую квалификацию, вы можете поехать с директорами. Это уже будет Доминикана. То есть это будет уже более крутой отдых. Поэтому ставим цель. Вот такую вот пишем себе обязательно на бумаге. Мы пишем, и эту цель вам нужно разбить по месяцам. Это нужно делать с вашим спонсором желательно. То есть вы с вашим… Как правило, даже не за одну встречу вы это можете сделать. Но вот когда я встречаюсь с человеком на стартовом тренинге, я человеку… Ну, мы с ним расписываем, что мы можем сделать. Сколько времени он готов уделять бизнесу. Есть ли у него какая-то финансовая подушка, если, допустим, он будет меньше работать, если он там свободно занятый человек. Если у него есть какая-то основная работа, сколько времени и когда он может уделять этому. Потому что кто-то работает… У него там есть только два дня выходные, плюс семья нужно уделить. Кто-то может больше времени уделить. Тем более сейчас работа в основном онлайн, поэтому здесь, конечно, каждый сам планирует. Но, как правило, если есть какая-то цель, если есть какая-то вот такая хорошая цель, которая зажигает, то это работает намного лучше. Это вот, знаете, для понимания. Сейчас вот не берите прямо четко эти цифры, потому что они у каждого разные. Но для понимания, чтобы вы понимали, что для того, чтобы получить такую квалификацию региональный менеджер, вам нужно, ну, во-первых, получить 4-5 ключевых партнеров. Это те партнеры, которые с вами будут… Ну, вот они будут настолько ключевые, что даже без вас они будут работать, да. То есть вы сможете с ними организовать мероприятия, обучение. Они будут уже сами проводить вебинары. Они уже будут сами обучать свои команды, уже, может быть, делать локальные какие-то встречи там в городе. Может, там по 3-5 человек. Может, у них будут зумы свои. То есть вот таких 4-5 ключевых человек вы должны найти. И, прежде всего, вы должны сами стать этим ключевым человеком. Да, очень, на самом деле, простые, как бы, вещи мы делаем, но не каждый готов это делать каждый месяц, каждый день, на самом деле. Да, чтобы получить этих ключевых партнеров, как правило, вам нужно подключить порядка 20 партнеров. Кто-то будет клиентом, кто-то сегодня придет, завтра уйдет. Кто-то, может быть, через полгода проснется. Поэтому в среднем, это устремленные цифры, 20 партнеров вам нужно. Чтобы получить эти 20 партнеров, вам нужно провести порядка 200 презентаций. Презентации могут быть абсолютно разные. Вы можете созвониться в любом месседжере с видео, да, или в Инстаграме с видео. Вы можете созвониться в Zoom, трехсторонний звонок может быть. Это может быть даже конференц-связь с вашим спонсором просто по телефону. Это абсолютно по-разному можно делать. Тут вопрос больше коммуникации с вашим спонсором, потому что если вы новичок, вам желательно, чтобы в первой презентации проводил ваш спонсор. Спонсор, активный спонсор, тот человек, который вас может научить, да, то есть показать пример. Потому что очень часто наши спонсоры, ну, они как бы могут быть просто клиентами или могут там просто, ну, скажем так, тусить. Есть такие люди, они любят потусить, но они ничего не делают. Это нормально абсолютно в нашем бизнесе таких людей большинство. Они иногда ходят на обучение, они даже приходят на какие-то живые события. Но они не делают, как бы, самое главное, да. У меня здесь написано тысячу звонков. Я понимаю, что на сегодняшний день звонок, это уже стало что-то более такое, знаете, наверное, интимное. Потому что очень много информации и уже хорошим тоном считается, если перед звонком вы человеком спишетесь. Спишетесь в месседжере, спишетесь где-то в соцсетях. Поэтому перед звонком желательно списаться. Но я до сих пор считаю, что звонок считается самым, ну, он самый эффективный в плане приглашения. Потому что если вы человека приглашаете по телефону на встречу, на вебинар, на встречу где-то на видеозвонок, то есть очень много в этого плюсов. Да, я не буду сейчас в это все вникать, но звонок все-таки вы можете какие-то эмоции передать, какую-то интригу создать, плюс в любой момент вы можете положить трубку, сказать, слушай, мне сейчас неудобно, давай с тобой завтра увидимся в Zoom. Или же, ну, короче, звонок все-таки намного эффективнее. Если не получается звонок, конечно, переписка тоже или голосовые сообщения. Только прошу вас, перед тем, как переходить на голосовые сообщения, желательно спросить у человека. Да, я могу тебе голосом ответить? Потому что иногда люди, которые… Ну, это нехороший тон считается, если вы с человеком в принципе не общались, и он сразу вам голосовое присылает. Ну, как-то это неправильно. Поэтому хороший тон, если вы человеку написали, сначала попросили у него разрешение на прислать голосовое сообщение, то есть это, знаете, это как переход какой-то на «ты» уже, да? Ну, и потом следующий этап – это ваш созвон, а потом следующий этап может быть созвон с видео с вашим спонсором. Или если вы уже опытный человек, вы можете сами, конечно, без спонсора. На спонсора вы можете вывести человека уже на вторую встречу, когда человек заинтересовался. Ну, вы как бы сделали отсев, и на спонсора вы можете вывести. На спонсора очень важно выводить. Сейчас я вам расскажу, почему. Делюсь своими, ну, такими жизненными ошибками. На самом деле на ошибках мы учимся больше всего. Когда-то у меня был партнер, Сергея его также звали, и сейчас его нет в бизнесе, в «Доу-Лайф», это был другой проект. И этот Сергей, он такой, ну, часто у парней это бывает, да, у нас есть определенное такое эго, и мы как-то, вот, знаете, мы, ну, боимся похвалить там лишний раз спонсора, да, сделать промоушен ему, боимся лишний раз что-то хорошее сказать про кого-то, потому что мы думаем, что кто-то вот заберет наших партнеров. И была одна девушка в Одессе, очень такая амбициозная, она предприниматель, у нее несколько магазинов было обувных, и она пришла в MLM и была в какой-то компании. Не так долго, но был неплохой результат. И этот Сергей с ней связался и сказал, вот, у меня есть классный проект для тебя. Ну, дал какую-то информацию, но он сделал одну ошибку. Он закрыл с собой бизнес, он рассказал о том, что он такой молодец, вот у него тут в бизнесе уже есть хорошие результаты, но больше ничего не сказал. Эта девушка амбициозная, она начала искать в интернете лидеров, она нашла лидера, большого лидера с России, это был чип номер один России на то время. Ну, этот человек, да, он был, в принципе, такой звездой MLM, можно сказать, действительно очень именитый человек, и он его, конечно, у нее связал с человеком с Киева. Хотя тот человек с Киева был на уровне таком уже, как и я. Вот, но что получилось? Эта девушка, она подписалась, она сделала очень быстро хорошую квалификацию. Этот Сергей, потом, конечно, он мне признался, он говорит, блин, я ей сказал, я ей дал информацию первый, но вот она туда подписалась. Он был обижен на нее, конечно, он был обижен, наверное, на себя. Мы потом анализировали, и вот если бы он сделал по-другому, если бы он сказал, ты знаешь, Наташа, да, Наташа звали, я работаю в самой сильной команде, я работаю в команде человека номер один на русскоязычном пространстве, любой из вас это может сказать, потому что так и есть, мы работаем в команде Александра Козулина, я человек номер один на русскоязычном пространстве в нашем бизнесе. Я работаю в самой сильной команде, я напрямую самую, ну, первую информацию получаю я. Если тебе интересно, я могу тебя связать с этим человеком. При условии, что тебе, конечно, интересно, и ты серьезно настроена. И после такого, как правило, люди не ищут в интернете. Они понимают, что, если даже ищут, они понимают, что через вас они могут выйти на того человека. Я знаю, что у Александра Козулина была такая ситуация с Томашем Забавой. У нас было таких много ситуаций. Но новички почему-то, вот они это игнорируют, потом обижаются, когда люди, их кандидаты уходят куда-то, к кому-то и там где-то подписываются. На самом деле, эта ситуация нормальная. Так будет неоднократно, когда вы будете долго в бизнесе. Но лучше не делать таких ошибок. Поэтому, вот, собственно, такой вам рассказал. Если было полезно, поставьте плюсик. Я буду понимать, что я не просто так вам рассказал эту историю. Потому что обычно мы учимся, к сожалению, на таких ошибках. Да, вижу, вижу плюсики. Спасибо, ребят. Итак, чтобы самому стать ключевым человеком. Да, об этом я уже говорил на BDS, но тем не менее, я хочу повторить. Это такие упрощенные, на самом деле, правила. Ключевой человек, наверное, такое понятие более глобальное. Но вот если упростить, это ключевой человек делает три вещи. Он пользуется продуктом, он посещает все мероприятия. Вот сейчас у нас здесь определенное количество людей. То есть те люди, вот, наблюдайте, да, ваши партнеры очень часто будут вам рассказывать, да. Вот я прям, у меня такие амбиции, я хочу. Но если этого партнера сейчас нет на обучении, то, скорее всего, ну, бывают, конечно, разные причины. Но, скорее всего, это не совсем ключевой человек. Поэтому тут вы должны делать выводы, с кем вам работать. И рассказывать людям о dual life. Ну, то есть это такие три простых правила, которые нам нужно делать. Опять же, вы поставили цель. Вы разбили ее по месяцам, да. И что нужно планировать вот конкретно на месяц? Ну, прежде всего, нужно планировать ступень. То есть в этом планировщике, который я вам показывал, да, там ступень, в начале каждого периода. Можно планировать, конечно, помесячно, но у нас период начинается с 16-го числа. В начале каждого периода вы берете себе, может быть, блокнот, может быть, распечатываете планировщик, может быть, вы онлайн на Google диске, допустим, в Google документах это будете вести. Как вам удобно. Главное, чтобы вы ввели, да. Это могут быть абсолютно разные приложения. Сейчас есть очень много приложений для планирования. Это все индивидуально. Но сам факт, что это нужно делать. Вы себе ставите определенную цель в карьере. Вы себе ставите личный оборот, да. Это тоже нужно планировать. Если вы себе не запланируете, вы можете или забыть, или что-то вас отвлечет. Или же придет время, первое число, да, вам нужно будет делать заказ, а вы не будете знать, что вам заказать. Да, поэтому желательно планировать и это. На сколько баллов вы сделаете личный заказ? Мы всегда делаем на 500 баллов, да. Ну, то есть это, у нас это по-любому, потому что это максимально выгодно. Бесплатная доставка, бонусы от компании и правильный пример для партнеров. Я знаю, что большинство людей делают на 500 баллов. В Украине это прям, несмотря на то, что у нас в маркетинг плане можно делать и 300 баллов, да, чтобы получать бонусы по маркетингу, но, тем не менее, 500 более выгодные. Какие продукты вы планируете сделать в заказе, да, включить свой заказ? Это опять же нужно планировать, да. Если вы, подходит первое число, вы можете обзвонить своих людей, которым вы давали информацию, и, может быть, они сказали, ну, там, бизнес пока неинтересно, может быть, продукт. Тем более сейчас с этой пандемией очень актуальны продукты наши. Тем более скоро Новый год, вы можете планировать это все дело. У нас появились такие вот крутые пакеты для регистрации. Это тоже нужно планировать. Кому вы позвоните, кому вы напишите, кому вы предложите этот пакет с бесплатной доставкой, да, и в подарочной упаковке, которая будет 16-го числа. То есть это все нужно планировать. Если вы думаете, что вы удержите все в голове, вы ошибаетесь. На самом деле, когда вы это все написали на бумагу, вы освобождаете свой мозг, освобождаете свой ум, и он становится намного продуктивнее. Поэтому не держите все в голове, пишите это все. Когда вы запишите, вам будет намного проще и легче, легче работать. Также нужно планировать число новых партнеров. Понятно, что если у вас большая команда, вы не можете спланировать количество людей, которые придут в вашу команду. Но вы можете спланировать количество людей, которых вы лично можете пригласить. На самом деле, вы можете спланировать четко количество действий. Вы не можете гарантировать, придет человек, не придет. Если даже и придет, не факт, что он останется или будет продуктивным. Правильно? Поэтому вам нужно планировать количество действий. Количество проданных билетов у меня здесь написано еще. У меня на самом деле, если вы обратили внимание, и на первом слайде было написано руководители команды, мы уже давно не руководители. Но эту презентацию я готовил еще давно, но она очень актуальна. Сейчас вот я ее переделал. То есть, может быть, сейчас даже не так актуально количество билетов на мероприятия живые. Но у нас будет мероприятие онлайн, чуть позже я вам расскажу какое, которое тоже можно купить билет. Нужно помнить, что ваши кандидаты, они могут быть заинтересованы не только бизнесом. Они могут заинтересованы быть продуктом, может быть здоровьем. Они еще не знают, что им нужен продукт, но им важно здоровье. Может быть, они заинтересованы развитием. Напишите, пожалуйста, в чат, на что вы пришли, вот когда вас пригласили в Дуолайф, на что вы пришли. Мне интересно просто посмотреть. Я знаю, что многие люди приходят на продукт. Конечно, сюда можно добавить еще и тусовку. Многие приходят на тусовку, на какое-то общественное движение. Им хочется просто быть присущим какому-то клубу, какому-то окружению. Но если выбирать с этих трех направлений, напишите в чат, что было ваше, на что вы пришли. Я вижу продукт, развитие, здоровье, продукт, бизнес в сфере wellness и различное развитие. Продукт, продукт, бизнес. Супер. Видите, здесь больше людей приходят на продукт. И это нужно понимать, что больше людей придет на продукт, но потом они останутся, и они будут лучшими вашими партнерами по бизнесу. Поэтому очень важно приглашать людей на продукт, рассказывать им о продуктах. Вы знаете, это все теряет смысл, если вы не пользуетесь продуктом. Это вот то первое правило, о котором я чуть выше говорил. Вот я вижу, многие люди, они пытаются обхитрить сами себя. Они думают, что у них все получится, при этом они не пользуются продуктом. Друзья, вы должны сами стать продуктом своего продукта. Вот сейчас я пью такой вот чай. Это таблетка Боррелли, здесь я ее растворил. И вот пью такой чай. Конечно, у нас в холодильнике всегда есть открытые продукты. У нас есть капсульные продукты. Я вам покажу. Знаете, я когда провожу презентацию кому-то онлайн в Zoom, я всегда показываю. Открываем холодильник. Ну, все знают, да, бутылочки наши? Детский сироп, кстати. У меня жена даже купила специальную полочку. Вот смотрите. Вот специальная полочка для наших БАДов. Ну, то есть, если я сам этим бы не пользовался, ну, вряд ли я бы смог передать какие-то эмоции. Я бы вряд ли смог кому-то что-то рассказать. Не, я бы смог, наверное, но это было бы, скорее всего, неубедительно, и это бы не работало. А так как я этим сам пользуюсь, и вся моя семья пользуется, то это намного, ну, это как-то, вот знаете, звучит, мне кажется, более, ну, правильно, что ли, правдиво, не знаю, как еще сказать. Нужно понимать, что вы можете приглашать людей абсолютно на разные эти сферы. У нас есть очень классные вебинары здоровья. Друзья, завтра у нас крутой вебинар. Я вам покажу, есть вот такое расписание, да, веб-чатах, в принципе, я думаю, все видели. Привет. Завтра у нас Людмила Воловая, три возраста женщины, женское начало. Все спикеры, которые вот здесь есть, они все уникальны по-своему. Понятно, что кому-то больше нравится Дмитрий Иванов, а кому-то больше нравится, допустим, Дарья Загородняя. Но, поверьте, люди абсолютно разные, и вы не знаете к вашему кандидату, кто больше понравится. Поэтому на всякий случай нужно пригласить на всех. Вот реально приглашайте людей. Если у вас будет большой список, это как бы основа, да, я в конце об этом скажу, если вот будет большой список, то, скорее всего, у вас не будет проблемы с людьми. Но этот список нужно будет постоянно расширять. И сейчас, конечно, в мире интернета это, мне кажется, намного проще стало, но, тем не менее, важно какие-то отношения с людьми держать. Поэтому важно, чтобы вы не просто там были бизнес-бизнес или продукты здоровья, важно, чтобы вы коммуницировали с большим количеством людей. Не шлите открытки, пожалуйста. Вот я знаю, есть люди, которые постарше, они вот любят слать открытки на праздники. Это прям жутко бесит, не только меня. Кстати, поставьте, пожалуйста, пятерочку, если вас тоже бесит, когда вам присылают открытки какие-то обезличенные на праздники. Мы сейчас проверим. Мне так интересно. О, да, есть, есть. Намного будет, намного, вот мне лично намного приятнее, когда на мой день рождения мне кто-то не позвонит, да, потому что когда все звонят, тоже хочется отдохнуть в свой день рождения, как-то побыть с близкими. Если мне кто-то пришлет голосовое сообщение, или еще лучше видеообращение, или, может быть, какой-то текстом, но своими словами напишет, да. Если это будет какая-то банальная открытка, скачанная с интернета, особенно если ты смотришь историю, и там одни открытки, да, но это как-то, ну, я не думаю, что это хорошее отношение будет как-то культивировать с этим человеком. Поэтому лучше от души что-то напишите, поздравьте. Сейчас классно, везде там в соцсетях есть напоминалки, сейчас даже в Вайбере, в Украине большинство людей до сих пор в Вайбере, появилась такая функция напоминалочки есть, у кого день рождения. То есть, когда вы будете какие-то отношения поддерживать, вы сможете налегке человека пригласить на какой-то вебинар, и это нормально. Потом через какое-то время, может быть, он заинтересуется продуктом, может быть, потом ему стать интересен бизнес. У нас таких много примеров, когда человек становится членом клуба, потом под ним появляются какие-то партнеры, да, мы их туда в глубину ставим, и потом человек делает заказ, и он видит, что у него какая-то скидка. Он задает вопрос, а что за скидка, как так, и у меня же вроде тут постоянная скидка, тут еще дополнительные какие-то деньги, откуда они взялись. И когда человек готов слышать, вот тогда мы ему уже рассказываем, да, и такой человек уже начинает интересоваться. У нас таких примеров уже достаточно много. Есть женщина, которая, ну, она, наверное, года полтора-два покупает себе продукты, да, но и со временем она начала замечать, что этот бонус ее дополнительный, он начал расти. Там какие-то небольшие деньги, да, сначала там было 40-50 гривен, потом стало там 70-80, потом стало уже там 300, по-моему. И понятно, что это интересно стало. Она начала задавать вопросы, сейчас она там подключила уже кого-то со своей работы, и она отключилась. И понятно, что пока это на уровне просто продукта и рекомендаций, но это, мне кажется, самый такой правильный, ну, и честный, наверное, бизнес. Когда мы получили результаты по продукту, нам он очень нравится, и мы рассказываем, делимся об этом продукте, рассказываем людям. И это работает очень здорово. Вот такое расписание вы увидите в чатах, в своих спонсорах, да, потому что чата очень много, в принципе, я вам рекомендую быть в чате своего спонсора и не распыляться, да, потому что сейчас очень много разных чатов, очень много информации, и, как правило, она отвлекает. Вот такое вот мероприятие, кто еще не видел, у нас на нашем официальном сайте, в новостях, эта информация есть. Такое мероприятие будет вести Беата Корцевич, и оно уже было в прошлом году, я знаю, но впервые оно будет переведено на русский язык. Такое мероприятие, вы знаете, да, оно платное. Я знаю, что некоторые люди, они не привыкли платить, когда мероприятие онлайн. Но, как показывает практика, если мероприятие платное, во-первых, оно больше ценится, больше туда людей доходит, потому что они заплатили какие-то символичные деньги, да, и больше результаты потом с этого мероприятия. Такое мероприятие стоит 80 злотых, но если покупать по 10, ну, пакетам 10 билетов, то это выходит 50 злотых. Вы свяжитесь со своим партнером, вышестоящим со своим спонсором, договоритесь, как вы можете на него попасть. 21 ноября будьте там. Кто не знает, Беата Корцевич – это человек, который, она владеет фирмой Momentum Way, да, это в Польше, ну, я думаю, одна из первых, и вот Саша потом расскажет, фирм по образованию, у нее обучаются такие, ну, топ-лидеры компаний, такие, как IKEA, такие, как Metro, ну, короче, крупные, большие компании помимо Doolife, да, и в Doolife так получилось, да, что она является нашим тренером в Doolife, да, и те, кто были на живых событиях в Польше, вы знаете, что это за человек, да, это, ну, это складесь мудрости, и это коуч, который, ну, действительно, он очень известный, не только в Польше, да, потому что она свои программы ведет сейчас онлайн по всему миру, и, поверьте, это стоит обычно дороже, чем 50 злотых или 80, ну, для Doolife вот такие вот есть, такое предложение, поэтому это тоже нужно спланировать. То есть вы берете планировщик, вы себе пишете, что вы хотите в этом месяце достичь, допустим, вы пишете себе квалификацию, да, там, младший лидер команды, для этого вам нужно сделать оборот личный 500 баллов, групповой оборот 4000 баллов, да, вы понимаете, что это вот как бы для этой квалификации вам нужно это сделать. Количество новых партнеров, которые вы планируете пригласить, да, точно так же вы можете спланировать своих людей, если у вас уже есть какие-то партнеры, вы точно так же с ними можете поговорить, да, и если вы, у вас есть в команде несколько человек, которые тоже планируют, вам намного проще планировать какую-то квалификацию, потому что вы знаете, что у вас есть люди, которые поставили себе определенные цели. Кто-то поставил себе цель, там, сделать лидера группы, у него 1500 баллов будет, и вы понимаете, так, у меня есть Вася, который сделает 1500 баллов, и есть Алена, которая сделает 1500 баллов, то есть 3000 в принципе у меня уже есть, поэтому мне остается сделать, ну, свои 1500, да, то есть 1500, там, 3 бизнес-партнера, пусть будет с запасом, да, пусть это будет не 4, а 4,5, да, плюс ваши 500 выйдет 5, пусть лучше с запасом, потому что не так, что Вася выполнит план, или Алена, поэтому лучше делать всегда с запасом, но, по крайней мере, если вы уже имеете партнеров ключевых, вы с ними тоже планируете, то есть вы спланировали, вы написали такой планировщик, отправьте своему спонсору, чтобы он понимал, что вы серьезно нацелены, что вы хотите сделать такую работу, вам будет проще для самоконтроля, да, потому что у вас будет какая-то определенная ответственность, но и больше вероятность, что вы не сдадитесь, да, и ваш спонсор будет понимать, да, что у него есть человек, который себе поставил план, которому нужно уделить время, уделить внимание, помочь, ну, банально провести какие-то встречи с его партнерами, может быть, спланировать, помочь провести планирование, или помочь какие-то презентации провести вашим, если вы не можете, бывает такое, что вы там на работе, да, или заняты с детьми, а ваш спонсор может провести партнером с вашей глубины, то есть здесь очень важна коммуникация с вашим спонсором, это прям вот на первом месте, нужно понимать, что самый главный инструмент в нашем бизнесе, это ваш вышестоящий активный спонсор, ваш наставник, ваш ментор, может быть, у вас отношения какие-то другие, да, может быть, вы там по-дружески относитесь друг к другу, то есть вы там пришли одновременно практически в бизнес, и вы не чувствуете там, что это ваш ментор, найдите вашего ментора вышестоящего, да, с кем вы можете проконсультироваться, кому вы можете позвонить там в тот момент, когда вам не хватает, ну, там, до квалификации каких-то небольших усилий, он вам посоветует, что сделать, поверьте, как закрыть месяц, мы обязательно проведем квалификацию, как закрыть, ну, проведем вебинар, как закрыть квалификацию, но есть очень много, очень много таких ключевых моментов, которые большинство партнеров даже не понимают. Когда мы закрывали регионального менеджера, мы позвонили Александру Еремчуку, мы позвонили Александру Козулину, они нам столько всяких моментов рассказали, и мы поняли, что если мы сделаем хотя бы треть из того, что, в принципе, можно сделать, мы закроем слегка эту квалификацию, и так получилось. Поверьте, люди, которые вот сидят в своем бизнесе, видят вот такую узкую-узкую грань, да, узкий-узкий сегмент, ваши спонсоры видят намного больше, намного шире, они это уже прошли, и не нужно думать, что вам спонсор вам ничем не поможет, он в любом случае больше знает, чем вы, он видит намного шире, поэтому очень важно быть постоянно на связи с вашим спонсором. Большую ошибку делают люди, когда они, ну, по каким-то причинам, они чувствуют какую-то вину, они думают, вот я не оправдал ожидания спонсора, вот они думают, что сейчас, ну, вот, наверное, я не такой, вот, может быть, я там не сделал ту работу, которую обещал, и по каким-то причинам они перестают общаться со спонсором, они чувствуют вину, они даже трубку не берут, когда им звонит спонсор, хотя, в принципе, они должны звонить спонсору, когда у них есть какие-то сомнения в себе, какие-то проблемы, которые, ну, они не могут решить. Поэтому вот в такой момент важно позвонить вашему спонсору, важно получить какую-то обратную связь. Это может быть, знаете, вот я, когда позвоню своему спонсору, я с ним пообщаюсь, и, в принципе, ничего волшебного я не услышу иногда, но я сам отвечаю на свои вопросы. И после этого звонка я уже понимаю, что мне делать, я сам ответил иногда на эти вопросы, которые у меня были к спонсору, но я понимаю, что это работает. Поэтому ребята, девчата, обязательно, обязательно, вот такие моменты, сложные моменты в вашем бизнесе, самое главное не теряйтесь. Вот самое главное не теряйтесь, потому что люди уходят в себя, они перестают посещать события, они перестают планировать, они перестают делать заказы личные, не общаются со спонсором, и, в принципе, все, они ушли с бизнеса. И потом, поверьте, намного тяжелее повторно уже начать. Поэтому очень важно не останавливаться. В нашем бизнесе важно делать какие-то действия, темп какой-то определенный держать и не останавливаться. Потому что, если вы остановились, это, знаете, это как поезд. Когда поезд стоит, его очень тяжело сдвинуть с места. И банально, там есть даже пример, когда под колесо поезда положить какой-то небольшой там прутик, гвоздик, уже вы его не столкнете. Но если поезд уже разогнался, то никакой прутик его не остановит, даже какие-то большие препятствия его не остановят. У него есть огромная инерция, у него есть масса, которая с определенным ускорением несется. Точно так же в нашем бизнесе. Когда вы начинаете вы сами, вам тяжело сдвинуться, но когда вы начинаете и двигаетесь, есть определенная задержка, она обычно 2-3 месяца. И результаты, как правило, догоняют. То есть, если вы делаете работу, не видите результата, не останавливайтесь. 2-3 месяца и этот результат будет. Главное не останавливаться. Если вы остановились, то результат, как правило, он может и не показаться. Поэтому очень важно вот эту как поезд разогнаться и не останавливаться. идти, идти и делать свою работу. Вы должны контролировать свои действия. И прежде всего вы должны, ну что значит должны, я уже разговариваю как с собой, поощрять себя за действия. То есть, вы на месяц поставили какие-то себе определенные цели. Допустим, 3 партнера. Для того, чтобы у вас было 3 партнера, вы должны провести 30 презентаций. Я сейчас устремленно говорю. 30 презентаций. Для этого вы должны сделать там 100 приглашений. Это могут быть переписки, это могут быть голосовые сообщения, звонки. Вообще супер. Здесь есть звонки. То есть, вы пригласили, вы провели 30 презентаций. Но по каким-то причинам, или не те люди были, не ваша целевая аудитория, может быть, вы как-то неправильно, ну вы учитесь, правильно? Вы как-то не так хорошо провели презентацию. Может быть, вы сделали какие-то ошибки. Вы сделаете выводы уже в следующих презентациях. Но по каким-то причинам не 3 человека подключилось, а 2. Но не стоит себя корить за это. Да, вы сделали свой план, вы сделали 30 презентаций. Поэтому пойдите там, я не знаю, купите себе вкусняшку, устроите там какой-то себе праздник. У каждого что-то свое, каждый по-своему себя поощряет. Но поощрите себя. То есть, вы сделали работу, вы молодец. Поэтому очень важно именно делать действия и награждать себя за эти действия. Основные ошибки. Ну, первая ошибка, в принципе, нет целей. Очень часто люди, они говорят, ну, я там не буду, я не хочу, это все фигня. Вот я работаю, все, сколько могу, сколько делаю. Ну, это вот та картинка, которую я вначале показывал, когда вы стреляете, не знаете куда. Вот, как правило, такое происходит. Да, иногда такие люди делают какие-то квалификации. Иногда вот они на энтузиазме первой квалификации делают. Да, но на самом деле, потом, как правило, такой бизнес, он уходит вниз. И вот этот такой откат, он может быть очень сильным. Да, это называется яма. Когда вы делаете результат, вначале кажется легко, быстро, но потом вы провалитесь в яму, и с этой ямы очень тяжело выходить. И большинство людей остаются в этой яме, они уже уходят с бизнеса. Да, как будто был результат и неплохой результат, но с ямой человек не вышел. Потому что банально все дублицируется. Ребята, если вы не планируете, ваши партнеры тоже не будут планировать. Нет планирования, нет ключевых людей. Нет ключевых людей, не приходят новые люди в ваш бизнес, а нет новых людей, ваш бизнес останавливается. Ну и со временем он уходит, сходит на нет. На самом деле, Dualife очень классный. Ну, Dualife очень крутые продукты. Очень классная система, да, софт-маркетинга. Она очень такая лояльная к людям. В принципе, количество повторных заказов в Dualife очень высокое. Поверьте мне, мы работали с косметикой, мы работали с парфюмерией, количество повторных заказов там намного меньше. И здесь в Dualife даже вот при каком-то определенном пассиве, если вы выстроили структуру, да, вы можете получать долго, очень долго пассивный доход, но поверьте, через какое-то время он будет уменьшаться. Поэтому нужно всегда ставить цели, нужно, чтобы ваши партнеры также их ставили и расти. Только расти, потому что если вы стоите на месте, то, скорее всего, вы откатываетесь. Это как река против течения, вы должны грести. Иногда люди ставят большие цели, вот нереалистично большие. Когда-то я встретился с одной девочкой в Виннице, она, ну вот на встрече с ней, да, мы общались, я говорю, вот какие ты хочешь результаты через год? Она говорит, 200 тысяч гривен. В то время еще доллар был по 8. То есть это были большие деньги. Но как бы я понимал, я видел ее, я понимал, что она, скорее всего, таких денег не зарабатывала. Но я у нее спросил, а ты когда-либо зарабатывала такие деньги в месяц? Речь шла про месяц. Она говорила, нет. Я говорю, а какие деньги ты зарабатывала максимум в месяц? Я не помню, какую цифру она назвала, но я помню, что это было в десятки раз меньше. У нее там был какой-то, ну, типа, свой отдел на рынке, чем-то она торговала. Я говорю, слушай, ну, ты хочешь за год увеличить свой доход больше, чем 10 раз. Скажи, пожалуйста, за прошлый год насколько увеличился твой доход? Она сказала, он вообще не увеличился, он уменьшился. Ну, потому что был кризис, там, этот 13-й или 14-й год. Я говорю, смотри, то есть ты должна понимать, что твой уровень заработка соответствует твоему уровню развития. То есть ты на рынке стоишь столько, сколько ты зарабатываешь. там, без обид, конечно, но реально, вот ты сейчас стоишь вот столько. Как ты думаешь, за 10 лет, ой, за один год вырасти в 10 раз? То есть ты должна сделать прям квантовый скачок. Она говорит, ну, ты же мне предлагаешь классную идею. Я говорю, да, идея классная, но я не хочу, чтобы у тебя не было какие-то, ну, результатов, вернее, как это правильно назвать? Так много говоришь, а что запутался? Ожиданий неправильных, чтобы тебя не было, да? На самом деле, она стартанула. Мы с ней сделали работу какую-то, ну, очень недолго длилась эта работа, но, как вы уже понимаете, что она потом разочаровалась, пропала, и, в принципе, результатов так такового не было. Ну, какой-то был небольшой. Понятно, что людей нужно, не нужно их гасить, может быть, сильно, да, может быть, я, конечно, был тогда неправ, я не помню, честно говоря, к чему мы с ней договорились, но сам факт, что вот я запомнил, что была очень амбициозная цель, поэтому я и тогда нарисовал план на эту цель, я и показал, что получалось, если я не ошибаюсь, у нее нужно было в день проводить порядка 20 встреч, чтобы выйти на этот уровень дохода. то есть я по маркетинг-плану просчитал, количество людей, количество, ну, оборот, и количество людей, которые она должна приглашать, то есть в день 20 презентаций, ну, она сказала, нет, 20 я не смогу, я говорю, давай тогда уменьшать свою планку, или же растягивать ее на 5 лет, на 10 лет, то есть не на год, а на более длинную дистанцию, вот, ну, как-то мы тогда что-то спланировали, какую-то работу сделали, вот, в принципе, вам нужно тоже, если у вас амбициозная цель, и вас не цепляет, как бы, ну, там, 30 тысяч гривен, да, то есть для вас это, как бы, небольшие деньги, поставьте цель более какую-то глобальную, да, вам просто нужно будет больше сделать действий, вам нужно будет сделать тогда не 30 встреч в месяц, а может быть 60 встреч в месяц, если вы готовы это делать, у вас есть время, и самое главное, вы заряжены, вы готовы это делать, супер, может быть, вам нужно растянуть эту цель, то есть вы параллельно со своей работой, со своим основным делом, это делаете, да, и вы как бы создаете себе параллельный источник дохода, и в коем случае не нужно бросать то, чем вы занимаетесь, это тоже очень важно. Еще есть ошибка, люди просто каждый месяц себе ставят цель, они что-то там себе рисуют, пишут, клеят на холодильник, или куда-то там на рабочий стол заставку делают, но они не делают какой-то план ежедневных действий, подходит конец месяца, знаете, вот как студент на сессии, но когда, вот большинство же были студентами, как мы обычно эту сессию сдаем, ну там и поговорки разные, да, кому не пьется, тому не сдается, да, было такое, то есть люди часто даже, ну, забивают на это все, на эти экзамены, ну, и те, кто более-менее осознанный, они в последние дни начинают что-то делать, какие-то, я помню, там сутками мы там эти чертежи в общежитии делали, не спали, потом вот такие глаза, ну, как-то, как-то это все пропихивали, поверьте, такой менталитет есть, ну, у многих людей, особенно вот наших славянских кровей, поэтому, конечно, это неправильно, нужно конкретный план ежедневных действий, и вот этот планировщик, который, который я вам показывал, как раз он подразумевает вот этот план, видите, да, каждый день вы ставите себе цифру, количество приглашений, количество встреч, здесь у меня продано билетом, но планировщик вы можете по-своему написать, количество там повторных встреч, или же количество там продажи, что-то вы продали, или кого-то подключили, то есть, то, что вы планируете, то вы должны себе и ставить в отчет, также есть, такая ошибка, это есть план, но нет действий, ну, я думаю, тут тоже все понятно, да, что, если у вас нет какой-то, как правило, если у вас нет мотивации, нет причин, но и не будет действий, по крайней мере, живые события, очень часто они помогают нам эту причину найти, они нас заряжают, и нужно понимать, что наш бизнес, он, здесь нет начальника, никто вас не уволит, здесь вы не вкладываете каких-то серьезных денег, да, чтобы, допустим, вы открыли ресторан, вы вложили большие деньги, и понятно, что у вас есть мотивация, ну, как минимум отбить, а лучше сделать так, чтобы он приносил прибыль, вы будете действовать, но если здесь вы вложили какие-то небольшие деньги, но они особо вас не мотивируют, поэтому здесь нужны какие-то другие методы мотивации, и очень классно работает мотивация, когда вы сами себе делаете какой-то план, вы обещаете кому-то со своих близких, что вы это сделаете, вы обещаете своему спонсору, вы договоритесь с ним, чтобы он вас контролировал, допустим, там каждый месяц, звонил вам, или писал вам, спрашивал, как дела, как твой план, насколько получилось его выполнить, да, может быть, договаривайтесь сами с собой, если вы сделали план наградить себя какой-то там, я не знаю, вкусняшкой, может быть, какой-то поход там по магазинам, или что вас мотивирует, я не знаю, может быть там, для меня лично подводная охота, это то, что меня мотивирует, мне это нравится, то есть я сам себя мотивирую, все, серый, не поедешь на подводную охоту, пока это не сделаешь, да, и вот банально, главное не сорваться, не поехать раньше времени, вот, поэтому вот такие вот вещи, это, ну, в принципе, это простые вещи, я думаю, каждый это понимает, но многие люди просто это не делают, то есть ваш план действий, количество встреч в день, количество приглашений, это могут быть, еще раз напомню, переписки, это могут быть какие-то звонки, это могут быть, в принципе, даже при личной встрече, вы можете человека встретиться с ним, опять же, это все навык, это нужно отрабатывать, как это делать, по крайней мере, количество вот этих контактов, количество новых контактов, сколько новых людей вы информируете о бизнесе с Дуалайф, о здоровье с Дуалайф и о развитии с Дуалайф. Вот, в принципе, вот такое вот задание, можете себе сделать скрин, я не знаю, на самом деле, как вы планируете, что вы планируете сделать, да, но сделайте эту работу, то есть, сделайте запланирование количества, звонков или переписок, или просто контактов с людьми, договоритесь о встрече со спонсором, те люди, которым, в принципе, интересно, договоритесь о встрече со спонсором, вы можете работать в виртуальном презентере или в БХС, вы можете работать где-то там в Инстаграме, вы можете работать по старинке, звонить и проводить встречи, это не так важно, поверьте, важно просто делать, чтобы вы поняли какой метод для вас работает вам нужно хотя бы месяц поработать активно с этим методом да потому что очень многие люди они сначала instagram развивают потом они делают какие-то звонки потом они что-то там контекстную рекламу дают какие-то воронки делают чат-боты и так далее и не там не там они не получают результата потому что банально они не делают то количество действий которое нужно сделать поэтому это вопрос конечно к спонсорам вы общайтесь с ним он лучше знает какие методы для вас будут работать но поверьте нужно делать нужно делать если вы месяц проработали сделали хорошую работу и нет результата со спонсором проанализировали до сделали работу над ошибками поехали дальше если вы понимаете что этот метод для вас не работает может быть какой-то другой нужно делать но по крайней мере нужно делать вот и все поэтому вам задание сделайте количество приглашений пригласите людей на завтра и на четверг четвергут бизнес презентации так совпало что я и тоже буду проводить но пригласите туда людей тех людей как правило которыми вы уже пообщались которому же интересно навыгирован приглашается от человек который уже понимает куда на идет не просто так приходить на во сценарий а тот человек с которым вы уже провели какую-то работу ему интересно вот тогда я уже как повторная встреча очень круто работает в вебинар это вот как воронка ну и купите себе билет на 11 ноября на эду кэмп который я говорил с 5 копцевич и наконец-то напишите этот долбанный список ребята напишите список я знаю что большинство его не пишут вот я говорю знаете у меня на самом деле есть список на 400 человек который был написан на бумаге когда я только стартовал но уже столько новых контакта у меня есть я их там везде они у меня есть я создаю списки в фейсбуке у меня есть списки кто не знает списке друзей можно делать фейсбуке точно так же в контакте в телефона да есть списки кандидаты кандидаты на продукт клиенты кандидаты на бизнес вы просто добавляете в этот список и все это очень удобно этим всем нужно пользоваться но главное чтобы это делали не распыляться ну и эта фраза до успех определяется не тем что вы делаете один раз а тем что вы делаете каждый день я думаю что силу маленьких шагов ежедневных шагов многие недооценивают есть очень много информации по этому поводу но я думаю что вы уже сами найдете не откладывайте составление плана сделать это сейчас это буквально 15 минут времени займет но это принесет намного намного больше пользы чем вы это не сделаете все у меня все если вам было полезно то что вы сегодня услышали напишите полезно напишите в чат полезно или может быть что то другое мне будет очень приятно я уложился час очень полезно спасибо полезно полезно спасибо мне очень приятно даже не представляете Это самое-самое приятное. Знаете, еще вдвойне будет приятнее, если кто-то из вас делает новую квалификацию и потом на каком-то из наших VDS он будет говорить и скажет, когда-то вот я был на Zoom Сергея, он мне там рассказал, как нужно планировать, я тогда написал, повесил на холодильник или поставил себя на заставку и меня это мотивировало. Я целых там три месяца колбасил, как глухонемой и вот благодаря этому сейчас вот эта квалификация и мы вместе едем отдыхать в Турцию, а может быть даже и куда-то не в Турцию. Я думаю, что тебе-то коктейль даже там поставят, потому что сразу все за счет компании, поэтому все, кто попадет, благодаря правильному планированию в Турцию обязательно Сереге поставят. Кстати, вчера обсуждали с Викой, обсуждали о том, что что-то мы увидели где-то какой-то прикол Степ, что человек хотел угостить в Турции девушку и мы вспомнили, как Вику хотел угостить какой-то итальянец, по-моему, или испанец там на круизе, он говорит, что ты пьешь там просека или асти, а асти, да, ну че, и он пошел там взял в баре, это я тебе угощаю. Но это было смешно, потому что там, в принципе, все было включено бесплатно, ну, судя в том, что, да, угостить там, конечно, проще всего. Все, ребят, всех был рад видеть, кто был с камерами, спасибо, увидимся на вебинарах в четверг, приглашайте людей, я постараюсь делать презентацию как-то тоже, чтобы получилось интересно для новичков. Обязательно, потому что это будет очень крутая презентация, как вы видите, подача у Сергея просто замечательная. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто действительно берет с этого события очень много, будет даже здорово, если вы прямо-прямо напишите, что вы забираете, потому что вот это правило пяти секунд, как обмануть свой мозг, то есть, если вы прямо сразу что-то запланируете, Сергей вас к этому призывает. И, действительно, в четверг будет супер-супер презентация по бизнесу, завтра у нас презентация по здоровью будет с Валентиной Шкелевой про кожу. И, на самом деле, Валентина Шкелева для меня один из самых фантастических, как бы, спикеров, но она редко у нас выступает на тему здоровья. Это косметолог просто с грандиозным опытом. Если мы говорим про продукты Dual Life, наверное, один из самых таких экспертов, который больше всего у нас знаком с продукцией.